Всем привет! Сегодня у нас 16 октября. Тема наша сегодня достаточно интересная, достаточно сложная. Первый шаг к внешнему трафику Facebook. Посмотрим, что Алекс нам сегодня расскажет. Передаю слово. Добрый вечер всем коллегам, кто пришел к нам на вебинар. Благодарение за то, что вы пришли. Сегодня мы немножко пройдемся, наверное, больше по форуме как ликбез, потому что очень много вопросов возникает. И на самом деле ощущается, что многие люди не владеют темой внешнего трафика. Поэтому решили сделать сегодня такой лайф для того, чтобы погрузить в суть вопроса. Не только теория, но и на нескольких примерах я покажу тоже, как работают куски этого внешнего трафика. Родилась эта идея больше из того, что все постоянно, куда ни с кем не говоришь, вечно упоминают это слово вихрь. Хотя на самом деле это просто придуманное слово с передранной технологией американцев, американцев, которые, в общем-то, опять-таки тоже взяли кусок из классической маркетинговой воронки на гоно-трафик. В итоге, что у нас сегодня будет по теме? По теме я просто хочу вам объяснить разницу между правильной воронкой построения продаж на гонку клиента. И второй момент – акцентируем внимание на том бихре, чтобы где-то, может быть, разжевать, что он себе представляет. И это уже хорошо с ним столкнулись, и тем более столкнулись с проблематикой, понимают, что такое техника продаж, и насколько она ограничена и не решает многие вопросы. Итак, почему внешний трафик? Для того, чтобы понять внешний трафик, насколько он важен в нашем понимании, все мы сейчас копошимся в достаточно крупном интернет-маркетплейсе, называемом Амазон. На самом деле это только маленький, а только того канала продаж, которым может быть. Чтобы вы реально понимали, в сегодняшний момент потенциал продаж только из Фейсбука и Инстаграма – это порядка 2,8 миллиарда населения, которое может быть нашим покупателем. По сравнению с 85 миллионами прайм-потребителем на Амазоне, цифры существенно большие равны. Но амазоновский прайм – это уже более-менее теплая аудитория к покупке на Амазоне. Фейсбук и Инстаграм – это аудитория, которая явно не заинтересована прийти туда и что-то купить. Они заинтересованы там развлекаться. Соответственно, в чем основная проблема в работе непосредственно с этими каналами трафика? Для того, чтобы понять, нужно рассматривать следующим образом. В целом Амазон – это уже подогрета аудитория, которая, если в эту воронку продаж посмотреть, это вот низ треугольника красным цветом. То есть это горячая аудитория, которая уже пришла конкретно за покупкой. В целом, внешний трафик – это голубой экран, верхняя часть треугольника. То есть это первое касание внимания. Вот прохождение покупателя по этой воронке и превращает его потом в покупателя уже либо на лендинге, либо на Shopify, либо на Амазоне, где угодно. Но суть не в этом. То есть если вы умеете по вот этому маршруту проходить, то, соответственно, вам уже будет непроблематично лить это либо на Амазон, либо на любую другую площадку, куда вы хотите. Суть заключается в том, что когда мы начинаем говорить о том, чтобы лить внешний трафик на Амазон, мы рано или поздно становимся позу того вопроса, что если мы умеем лить на Амазон, то мы можем легко лить на любую площадку. Достаточно много примеров таких, что не только на Амазоне будут хорошо продажи. Есть варианты, когда наоборот даже лучше продажи не на Амазоне, чем на Амазоне. Но это детальные кейсы, которые я сегодня не буду приводить, а в процессе можно будет это обсуждать. Для того, чтобы понимать, где находится вихрь вот в этой вот воронке, вихрь находится фактически вот третья, четвертая, пятая, там немножко продублировано, третья и третья касания. По большому счету, это два пробы и совет, это третий этап, но он где-то делится на две части обычно воронки. Вот эта вот серединка, это и есть вот тот вихрь быстрых продаж. Но обычно он работает не на более-менее уже заинтересованную аудиторию, а работает на холодную аудиторию. И, соответственно, вот эта вот системная ошибка, вот этого метода, вырванного из контекста, заключается в том, что вы запускаете рекламу на совершенно непрогутовленную аудиторию, которая только гоняется за скидкой, и которую хотите превратить непосредственно в результат действий. Почему это происходит? Происходит эта система, еще раз повторюсь, из такой дилеммы покупателя и продавца. Она заключается в следующем. В соцсети люди заходят, в любую соцсеть, они заходят туда не чтобы что-то купить, а заходят за какую-то информацию, развлечься, самотвердиться, социальное подтверждение получить. В общем, заходят, делают все, что они туда хотят, но главное, они не заходят туда покупать. Предприниматель, понимая, что тусуется очень много людей в таких каналах, он заинтересован в том, чтобы там что-то им продать. Но не стыкуются цели, одних и вторых. И вот как раз умение превращать незаинтересованную публику, холодную публику в своих покупателей, в этом и заключается искусство продавца, которое умеет лить трафик. На самом деле там все работает по принципу математики, по принципу психологии. В экономике просто нужно понимать, как эти законы работают. Здесь я показал на следующем файде такую разницу, чтобы вы понимали эффект от работы с холодной аудиторией, то, что вы запускаете так называемый объект на холодную аудиторию, и если вы то же самое будете делать, она уже подогрет будет. В первом варианте это фактически тот же самый треугольник, просто пошагово показанный момент превращения холодного незаинтересованного потребителя в социальных сетях, непосредственно уже покупателя, причем со временем, если вы правильно работаете со своей аудиторией, это будет ваш адвокат бренда, будет тот ядерный потенциал вашего бренда, и та основа аудитории, которая будет работать на развитии ваших продаж. Начинается, как правило, понятное дело, первое знакомство с продуктом, оно может быть каким угодно, оно может быть в какой-то рекламе, оно может быть просто упоминание в каком-то тексте, оно может быть где-то в группе, где угодно может быть, это уже работа более такая конкретная, которую нужно разбирать в каждом конкретном случае. В процессе работы с аудиторией, вы, создавая свою бизнес-страничку, подогреваете контентом, который вы создаете с регулярностью, и периодически даете информацию о своем продукте. То есть вы фактически формироваете аудиторию, которая с этим контактирует. По мере того, как вы контактируете, делаете несколько касаний, обычно классика жанра говорит о трех до семи, касания нужны для того, чтобы превратить человека в покупателя, с нормальной конверсией. Вы превращаете его уже непосредственно в желание купить продукт и, соответственно, проведение этой покупки. Если по вот этому длинному пути вы проводите, то у вас конверсия по продажам, но минимальная, которая будет до 3-5%, а то и больше. Все зависит от того, просто насколько вы качественно проработаете весь этот маршрут. Если вы работаете с вихрем, то вы работаете с холодным трафиком, абсолютно не заинтересованы для людей. Но для того, чтобы вам привести пример, можно так. Возьмите, например, не знаю, машину какую-то, Mercedes, например, которая вам стоит 100 тысяч долларов. Запускает предприниматель, который торгует имя, например, скидка 50% на Mercedes. А вы сегодня ведете мимо этого магазина и видите эту рекламу. Вот вопрос, купите вы этот Mercedes или нет? Я больше чем уверен, что никто не купит. Купит только тот человек, который вот бегает по рынку и ищет, где бы подешевле купить Mercedes. Но к нему эта информация очень редко когда доходит. Потому что он бегает не в тех местах. Более практические примеры, это условно говоря, может, из йога-мата, например. Я не думаю, что у нас очень много есть среди наших, в общем-то, бизнес-предпринимателей и потребителей, любителей йоги. Допустим, кто-то запускает рекламу, скидка на коврик для йоги. Я думаю, что большая часть людей не отреагирует на него. Но если кто-то, кто интересуется этой темой и в этой теме варится, то для него такое предложение будет более актуально. Соответственно, он с большей вероятностью купит этот продукт. В итоге, суть бихря на сегодняшний момент в большинстве случаев, статистика в разных сегментах по-разному говорит, но в большинстве случаев вы фактически ловите только ту часть аудитории, которая так называемая шопоколики, которая нацелена только на всевозможные акции. Они покупают все, что угодно, надо, не надо, главное, чтобы скидкать. На примере, там сейчас, когда я уже практически им примере даже покажу, вы поймете, откуда это все формируется. Поэтому и конверсия по продажам, она достаточно низкая, и для того, чтобы добиться более-менее меняемых результатов, нужно больше вкладывать денег от к вам, соответственно, больше пропалывать этот рынок и вернуть его, в общем-то, на своих покупателей. Но есть этот один такой оризон, это называется потенциал рынка, то есть емкость рынка, которая отреагирует на ваши все последствия. В высокомаржинальных и очень высококонкурентных нишах, те, кто работает, с этим уже серьезно столкнулись, и они, например, видят, что PPC амазоновский не работает в достаточной мере, чтобы дать дополнительный тракт. То же самое, рано или поздно, и с нишней. Немножко примеров. На прошлой неделе специально для того, чтобы вот этот лайв показать на примерах, как это все работает, запустили тестовых нескольких компаний по методу, который, в общем-то, активно популяризируется. И на этих примерах будет очень четко видно, как что работает, и можно делать сразу же вывод. Итак, вводное по этим условиям. То есть A-B-тестинг был так называемый запущен, он не был запущен с большим количеством вариантов картинок, текстов и так далее, специально для того, чтобы выдержать чистоту эксперимента именно с точки зрения таргетирования на аудиторию. То есть было запущено два поста рекламных с разным таргетом на разную аудиторию, и было одно поднятие поста с этой же информацией, но было тогда изготовлен именно пост в виде поста в ленте на бизнес-странице. Для чего это было сделано? Для того, чтобы показать просто как работают разные виды инструментов, какая у них эффективность, это тоже очень важный момент при работе с лишним таргетом. А с другой стороны, посмотреть на то, как реагирует разная аудитория. Соответственно, аудитории были разные локации. В первом случае была локация Индия, и нацеленная на аудиторию и на мужскую, потому что женская аудитория в Индии намного хуже лекции, чтобы не сливать деньги. Лишний на эксперимент запустили, но и только на часть мужскую. И второй момент, во всех этих случаях используется фейковый купон, то есть фактически кодировка была нормальная, амазоновская, просто они были просрочены по времени. Это было специально сделано для того, чтобы просто искусственно создать условия для действия на листинге Амазона. Не могу сейчас сказать, насколько сильно повлияло это на рейтинги, на выдачу. Это повлияло, но незначительно, потому что период всего лишь 4 дня, подъем произошел синхронно по всем ключам, в том числе и по тому ключу, который мы, в общем-то, сейчас продвигаем под этот экстремент. На слайде четко виден результат. Обращу внимание, мышку мою видно, Денис? Курсором? Видно. Не видно. Вот ручку виден. Вот стоимость клика по разным непосредственно локациям. Сейчас сразу расскажу. Первая локация идет на Индию. Это рекламный пост. Вторая идет тот же самый пост, но с акцентом на Амазон. Точно так же, только акцент взят на американский вид. И третье – это непосредственно пост из бизнес-страницы, поднятие по бизнес-странице. Фактически на второй день запущены рекламы. Было следующий результат. Индус очень хорошо реагирует и очень хороший охват. При малых бюджетах стоимость контакта с Индусом достаточно низкая. Можно увидеть, что на 5 центов. Ну, если смотреть с точки зрения бюджета, все просто классно. За два дня сразу же куча кликов. Таргетировали мы на 400 купонов. По факту было больше 500 за три дня проклика на Индусом. Они достаточно неплохо лайкали посты и контактировали. Но, там сейчас на следующем слайде можно будет посмотреть. Релевант скор у него не такой большой шок. Как раз таки из-за большого количества охвата аудитории. И результат по отношению к этой аудитории все-таки Фейсбук считает, что релевант скор был посредственным. Бюджет небольшой был. 10 долларов в день запущен. В общем-то денег немного мысливали по Индусу. Параллельно было потом запущено на где-то число на 12 позже. Была американская акция запущена. Видно, что охват намного меньше. Количество кликов тоже, соответственно, меньше. Частота кликов. Если посмотреть по стоимости клика. Начали первые сутки была стоимость 22 цента. Что, в принципе, для американского рынка рекламный пост по этому методу достаточно неплохая цифра. Потому что иногда цифра была за 2-3 долларов. И был параллельно сразу запущен пост на поднятие той же самой акции, но именно поднятие поста. Скажу сразу, что метод поднятия поста в рекламе работает намного хуже, чем просто рекламный так организованный трактор. Это нужно просто учитывать в своей работе. Метод поднятия поста необходим больше на продвижение вашей информации, чем на рекламу ваших продуктов. Это на самом деле невыгодный инструмент, который имеет низкий охват. Вы можете посмотреть, что за первые сутки, по большому счету, достаточно маленькое количество людей было охвачено. И тем более очень мало людей отреагировало. Стоимость клика больше доллара. Она в течение этих трех дней поднималась до доллара 68, но на третий день хорошо откликали данный пост, потому что там по времени он на три дня запускался. Соответственно, Facebook немножко активнее его рекламировал, и была реакция людей. Есть, да? Следующий слайд. Если брать по аудиториям. По аудиториям, в данном случае, это американская аудитория, демография, да? То есть здесь не было разделения на мужчин и на женщин, тут была взята возрастная группа, которая четко видна. Например, женщины по результатам клика, у них эффективность выше. Ну, это в данном конкретном случае бывает разное. Чем охватить, да? В проценте взять. Если брать по мужской аудитории, обратная ситуация. Мы специально взяли неширокую аудиторию, для того, чтобы мы взяли наиболее активную часть аудитории, которая и покупает, с одной стороны, и не делает холостых кликов. Потому что проблема с молодой аудиторией, она хоть и потенциально сильная и активная с точки зрения не социальной активности, но с точки зрения покупок это бессмысленная аудитория. Ее только нужно подогревать, если у вас, например, товар, который покупает 25-летние, то вы можете, например, строить свою аудиторию, начиная рекламу с 20-22-летних, на них уже трагедитировать рекламу, и там через год, через два они будут ваши сторонники бренда. Но это долгосрочная история. Мы сейчас об этом не будем. Если брать с точки зрения интернет-торговли, наиболее активная аудитория – это где-то 25-35 лет. Все, что ставшие, они тоже покупают, но их эффективность намного меньше. Там просто меньше людей, это другое поколение, но, соответственно, не настолько активная покупка. Это тоже момент, но учитывая претаргетирование. Демография по Индии. То, что я говорил, было разделение на две аудитории. Кстати, по индусам аудитория была взята 24 года, то есть точно так же, как по американцам, от 24. Но если вы обратите внимание, индусы фактически один возрастной шаг прокликал и прореагировал на пост значительно лучше, чем следующие 10 лет возрастных шагов. То есть это лишний раз говорит о том, что индусы, им делать просто нечего, сидят в смартфонах и просто кликают. Ну, то есть это с точки зрения какой-то активности, накликивание лайков, может быть, это интересно. С точки зрения продаж – это холостые выставки. Идем дальше, там будет тоже интересные определенные выводы. Это в данном случае специальную вырезку из поста, сделан комментарии. Для того, чтобы быть неболословным в утверждении, как Facebook таргетирует аудиторию, на которую вы нагоняете трафик, и, соответственно, по методу вихря делаете нагонку так называемых ботов либо случайной аудитории лайков, первичных лайков на свою страничку. Проблема заключается в том, что Facebook берет всех контактировавших с вами, с вашей страничкой потенциальных клиентов, те, которые тем более поставили лайки. Если среди них есть индусы, то, соответственно, в формуле выдачи целевых показов Facebook рекламы в Америке он будет искать индусов. Вот это вот американский пост, под которым индусы, которые находятся непосредственно в Америке, и они отреагировали на то, что фейковый купон, тут они пишут, им как раз отписались о том, что все окей, вы там все получите, через некоторое время зайдите, проверьте, либо вам отправили в мессенджер повторный новый купон, проверьте и так далее. Но, если вы обратите внимание, что реакция основной массы, там, в принципе, и типа лайком по постам, основная масса – это лица с индусским происхождением. Вывод один. То есть, соответственно, получается, если вы работаете по этому методу, здесь стратегическая ошибка. Заключается на следующем образом. Facebook вам находит в Америке аудиторию и показывает рекламу на ту аудиторию, в данном случае, происхождением из Индии с моделью поведения как индус. То есть, действительно, целевая аудитория. Если у вас там, например, женщины с каким-то определенным возрастом интересуются определенной какой-то западной культурой и так далее, и вы хотите на нее старгетироваться, у вас будет, скорее всего, провал в таргетинге, либо он будет очень дорогим. Причина как раз таки, потому что модель этого вихря, она изначально заложена мина замедленного действия, которое вам просто сольет под бюджет. Теперь вы понимаете, почему нужно работать по длинной воронке, а не по короткой воронке, которая, в принципе, везде рекламируется, и, как всегда, аналоги нам нельзя лечить почечную недостаточность. На третий день, сегодня было снято специально показатели, какие есть результаты, можно увидеть, что американский трафик, у него стоимость клика выроса от 22 до 33 центов, подскочил охват по посту, немножко снизилась стоимость до 68, фактически в два раза, просто кликов пошло чуть больше, и, соответственно, у него стоимость клика опустилась. И, соответственно, индусский трафик, в принципе, он как и был, так и остался 5 центов, но он по большому счету хопалостой. Я уже об этом сказал. Итак, некоторые выводы. SMM – это мощнейший трафик продаж, которым нужно помнить. То есть потенциал аудитории колоссальнейший. Если вы умеете его приземлять на свой листинг либо на свой сайт, у вас просто будет золотое дно. Нужно об этом помнить. Днешний трафик требует правильного подхода для создания продаж, то есть построение этого рунки. Она, на самом деле, несложно строится, по свидетельству нужно ее строить. Нужно садиться, разбираться, нужно вникать, нужно находиться в аудитории, нужно правильно выписывать брифы, нужно правильно определять эту аудиторию, ее правильно настраивать, делать на свои касания, создавать ее, делать соответствующий контент, правильно писать рекламные и те же самые посты. Более того, хочу, кстати, сказать, мы использовали посты, которые месяц назад запускали. Эти же посты у нас эффективность была, их средняя стоимость где-то была в одном случае больше доллара, а в первом случае было 68-70 центов за клип по этим же постам. Все то же самое, только чуть поменяли текст. Вот, пожалуйста, для того, чтобы понимали, насколько важна текстовка. Я забыл здесь указать этот слайд, чтобы можно было для сравнения. Внешний трафик не гарантирует продажи на необходимом уровне. Для того, чтобы их сделать, нужно уметь их настраивать. Точно так же PPC настраивать в Амазоне нужно уметь, точно так же нужно уметь настраивать в Facebook-траке. Но в отличие от PPC, Facebook намного более умный, намного более мощный инструмент, который позволит вам действительно не зависеть от внутренней PPC на Амазоне. Более того, у меня есть примеры, когда люди очень неплохо продают тот же самый товар, что на Амазоне, значительно более маржинальный по цене, и в принципе они льют трафик внешний, то есть они не запускают Амазону с перекламой. А на Амазоне, наоборот, в силу присутствия конкурентов, в силу того, что туда потребитель приходит найти конкретный товар, он не подогрет конкретному бренду, а ищет, где у него наиболее-более выгодная цена, либо ему картинка понравилась, соответственно, он там и покупает. Поэтому в данном случае внешний трафик, у него есть еще один из плюсов, который здесь не указан, это то, что у вас нет конкурентности, когда вы даете свой пост рекламный в ленту своего целевого потребителя, у вас нет там конкурента, соответственно, ему не с чем сравнивать. И поэтому, если вы красиво дали картинку, дали сладкий текст и призыв к действию, попали в точку на клиента, тем более, если клиент уже подогрет ранее вами, то, соответственно, у вас будут продажи. Это в какой-то степени следующий пункт и подтверждает. Неправильная работа с аудиторией будет привлекать нецелевую трафик. Это то, что я говорил про индусов. То есть, если вы индусов изначально для разгона используете, то не удивляйте, что у вас эффективность последующего таргетинга на американском рынке тоже будет не совсем хорошей. Желание сэкономить по большому счету в данном случае это продолжение от предыдущего пункта приведет к тому, что вы будете больше сливать денег на рекламу. Ну и самый главный, последний момент о том, что все-таки волшебная таблетка, она есть, только она называется работа. Спасибо. Последний слайд, в котором я еще раз хочу продублировать, для кого важна работа с МММ. В данном случае она не всем сейчас сразу же будет актуальна. Если вы только начинаете работать на листинге, может быть, рановато вам начинать увеличить внешний трафик. Разве что, если вы зашли в очень узкую аудиторию либо в высоких конкурентах. Тогда действительно нужен внешний трафик для того, чтобы поломать ситуацию. Потому что бороться с ставкой на Амазоне, как бы вы там не боролись, но будет достаточно тяжело. Очень мощные конкуренты, поверьте, они сделают, по-моему, очень много обмотностей. У меня, например, сегодня на мой листинг пришел наглый комментарий конкурента, который под видом покупателя оставил прямую ссылку на свой товар. С описанием он классный, хотя на самом деле он явно проигрывает на покупку. Но зато он классный. Поставил одну звезду. Ну, то есть соответствующие действия непонятные со стороны конкурента. Высокий конкурент борьбы в нише, понятное дело, нужен. Я это уже сказал. Если листинг у вас проседает для того, чтобы установить, в принципе, помимо всех других методов, внешний трафик очень хороший, потому что у него есть доверие со стороны Амазона, поэтому он хорошо реагирует на внешний трафик, который проливает. Единственное, его нельзя огульно лить просто на один ключ. Его надо лить на несколько ключей. Если вы будете только на один ключ лить, то Амазон это увидит. И если будете этим злоупотреблять, Амазон понизит вашу выдачу или даже прилетит письмо счастья. Если будете повышать, ну, хотите повысить маржинальность своих продаж и видите, что в условиях Амазона вы не можете это сделать, то, понятное дело, вам дорога в том, чтобы выйти за рамки Амазона, создать отдельную лист, на него приземлять покупателей, а использовать Амазон только в данном случае для фулфирминга, если вам это будет вызвать. Либо используйте свой бренд. Планируйте развивать свои товары под брендом. Без внешнего трафика, без социального подтверждения вы не сможете это сделать. То есть у вас бренд будет не бренд, это будет просто торговая марка, просто какая-то надпись на вашем товаре. Для того, чтобы ваш бренд продавался, вам нужно его подтверждать. Присутствие в соцсетях и отдельные сайты это мастер, то есть должно быть. Более того, по статистике продаж, которая существует, преобладает в интернет-торговле именно брендовые сайты, мультибрендовые сайты, чем маркетплейсы. Это было, там, кстати, было недавно совсем в ленте, в нескольких группах раз эта информация лично раз подтверждалась. Амазон далеко не на первых ролях в этих продажах. Об этом тоже нужно помнить. Поэтому, если у вас действительно бренд вы строите, вы действительно строите аудиторию, вы действительно развиваете линейку и это ваш путь, или вы, например, работаете с кем-то из производителей, который имеет такой бренд и вы с ним наладили хорошее отношение, то вам, конечно же, путь сюда. Если вы хотите дифференцироваться и складывать яйца в одну корзину, потому что Амазон постоянно меняется, понятно дело, без внешнего трафика и умения работать с ним вам никак. Ну и, понятно дело, если вы хотите его продать, этот бизнес, который вы строите через полтора года, через два года, то, опять-таки, без социального подтверждения и выстроенной воронки продаж у вас с нормальной деньги и ваш бизнес не будет. Вот, это на сегодняшний момент я такую сделал легкую презентацию с примерами для того, чтобы понимать, что такое внешний трафик. Намного будет легче обсуждать уже в конкретных примерах и в конкретных ситуациях. если есть какие-то вопросы, просьба в ленту их продубликовать. Если меня слышно... Ты фейсбук видишь? Алло? Ты меня слышишь? Алло? Сейчас, секунду. Не слышу. Да что это я? Алло? Секунду, секунду. Ты меня на деле не слышишь. Все меня слышат. Так. Я сейчас тебе просто кину в чат ссылочку. Секундочку. Да, да. И ты все увидишь. Я сейчас фейсбук себе открыл, но чтоб я долго не искал. Ну, я тебе просто открою фейсбук как надо смотреть. Да что-то я же именно тут вот эти программы открыт. Так, вот в зуме в чате посмотри ссылочку. И туда перейди. И все вопросы ты увидишь. На данный момент вопросов особо не было. Спрашивали, кто спикер там. Ну, такие вот вопросы. Ну, понятно. Сейчас, подожди, в чат ты мне куда? В зуме разбросил? Да, в чат в зум. Сейчас, одну секунду. Так, в чат в зуме. У нас два вопроса. Кто спикер и запись будет или нет? Вот это вот вопрос такие самые актуальные. Понятно. Ну, спикер Александр Алекс-Алекс. Вы можете меня видеть периодически в ленте. Да, если что, мы ссылочку скинем, контакты скинем. Вот, мы вообще планируем этим. Максим задает вопрос, можно ли внешний трафик прямо на Амазон или обязательно через лендинг. На самом деле, тут разные подходы. Можно и напрямую, можно через лендинг. Суть заключается в следующем. Это в данном случае уже с точки зрения конверсии. Вы должны просто понимать, что каждый клик, лишний переход для покупателя это лишний повод отказаться от дальнейших действий. Тем более, если где-то есть какой-то затык. Поэтому это все снижает конверсию. Но есть самый ключевой такой момент, как отследить, где действительно работает Facebook. Я уже на одном из лайвов уже комментировал о том, что у нас было постоянно видно и когда работает Facebook, когда не работает. Это видно сразу же по продаже. Особенно если ранкинг где-то внизу находится, нужно его поднимать. Без внешнего трафика будет очень сложно. Если брать в принципе переход через лендинг, можно делать слепой редирект, но Amazon его не будет воспринимать как достоверный источник трафика. Поэтому нужно очень аккуратно. Если будете сильно заливать через свой сайт, будут некоторые сложности с Amazon. Он может его не воспринимать. Поэтому здесь один из подходов, который используется, это вы выбираете просто ключи, которыми вы таргетируете и льете трафик. Когда идет процесс поднятия по ключам, это один вопрос. Когда ваша задача стоит не поднять просто ключи, а действительно сделать продажу, потому что все почему-то забывают о ключевом моменте. Поднятие ключей это, конечно, все хорошо. Это все равно что лайки нагнать на свой пост. Но что вам с тех лайков? Ну, ты зря тут в любом случае, понимаешь, карди, вот я для меня амазон это три проблемы. Первая проблема, чтобы меня увидели. Вторая, чтобы я получил сессию на свой лисинг. И третья, чтобы купили. Если мы умеем правильно пользоваться отчетами, мы видим, где наши проблемы, где мы, так скажем, ошибаемся, какие-то совершаем ошибки. То есть, если мы совершаем ошибки и нас тупо нету в показах, ну, то есть, я понимаю, как по показам определиться, но это сложно. Но для меня это один из показателей, это какой-то трекер. Трекер мне показывает, что я в топах, я топ-10, топ-5, или я нахожусь в лучшем случае на одной первой странице какой-нибудь низкочастотника. Соответственно, если я выполняю свой план для начала выйти, например, по тем ключам, которые я хотя бы индексирую, и выйти туда, куда я хочу, соответственно, первую задачу я решил. Меня по-любому увидят. По-любому. Следующий этап это сессия. Сессии достаточно бизнес-репорта селс-н-трафик. Посмотреть, я вижу, как у меня растет сессия. Все очень просто на самом деле. Смотрю, сессии растут. Если сессии прям пропорционально, четко растут, у меня увеличивается количество, во-первых, страниц. Понятно, что я не все страницы в своей парсе, потому что, как по Keyword Inspector мы проверяли бестселлера, у которых 7000 топ-20 ключей было, то здесь, конечно, понятно, я индексирую, дай бог, сотню, а в живом виде, дай бог, 30-50. Это по всем товарам так происходит. И получается так, что сессии у меня растут, все норм. Если у меня не растут продажи, а такое будет очень редко, значит, связаны с моим товаром какие-то проблемы. Если не растут сессии, а я на первых страницах, значит, проблема вот в внешнем листинге, которые вот эти фото, то есть, вот именно минимум вот это вот фото, это отзывы, это звезды, грубо говоря, я с этим работаю, уже начинаю. И на каждом этапе надо просто понимать, как анализировать самому себя адекватно. И если человек решил одну проблему, вот эту, вывод на первую страницу, соответственно, если у него товар классный, подготовлен классный, он понимает, что он классный товар, он адекватно оценил. У меня есть люди, которые выходят с товаром за, там, я не знаю, в полтора раза дороже, чем бестселлер. Еще и самое страшное, что примерно с таким же товаром, это просто кошмар. На что люди вообще рассчитывают? Он поставил рядом коробочку, точек, пакетик, какой-то вшивый подарок, беспонтовый, который никому не нужен. А потом я у него человек спрашиваю, он говорит, ну ты подумай, подарок же он тоже денег стоит. Я говорю, что это за подарок, который денег стоит? Человек нужен бесплатный, Бестселлер, у него там миллион отзывов уже, у него оптимизированный лейсинг, у него там куча первых страниц, у него, естественно, будут нормальные продажи. А ты кто такой вообще? Пришел, да я еще и дороже буду, у меня фотографии лучше. Это, говорят, чисто на твое субъективное мнение. А покупатель голосует рублем. Ну, то есть, такие моменты. Из-за этого, если решать одну задачу конкретную, твой товар реально готовый, ты профи, ну, то есть, мне надо быстро вывести в топы, вот, то это нормально. Но надо понимать, что еще комплекс должен быть. За спиной что-то. Благодарю за помощь, потому что на самом деле я ввел, в общем-то, к этому, потому что просто магнит-трафик недостаточно. Это палка двух концов. С другого конца должен быть адекватный листинг, на который будет приземляться. Либо это сайт, либо это листинг. Если у сайта, либо у листингов, да, вот еще мы разбираем, недостаточное количество звезд на фоне конкурента на первой странице. Недостаточно не готов, короче, листинг, и все, там много всего. Тайтл, соответственно, то есть, комплексный вот этот вот подход, он не решен, то лей-не лей трафик, он не сработает. То есть, поэтому многие падают с первых страниц очень быстро вниз. Конечно, не многие, а по моей статистике. Второй момент, вопрос в том, что, опять-таки, все начинают лить недостаточно ключей. Мы же можем только со временем понять, какие у нас продающие ключи, какие нет. Из-за этого я люблю больше органику, больше выкупы, потому что выкупы дают мне продвижение в том-то и дело. Я не любил никогда индусов, и они до сих пор, у меня есть, кто это делает. Я некоторые ключи продвигаю. Для чего? Это точечное продвижение по определенным ключам. Когда по определенным ключам мы знаем определенный ключ, мы хотим слить товар, мы знаем там еще какие-то некоторые моменты. То есть, это в исключительных случаях. То же самое и касается вихрей и всего остального. А органика, когда вы делаете выкуп, вы продвигаете, вы льете ее по определенному ключу, вы его поднимаете, вы поднимаете одновременно конверсию, которая тянет все вверх еще. И десятки, десятки ключей у вас растут. Ну, в смысле, смотри, какую волну вы гоните. Здесь то же самое с внешним трафиком. То есть, есть понятие органики, есть неорганики, то есть, PPC, так называемые. И вот вопрос длинной воронки, это как раз в первую очередь не PPC, это вопрос как раз органики. А здесь вопрос, почему я еще обращал внимание на качество и конверсии, как Facebook, так и Amazon. Потому что это зависит от того, если конвертируется нормально переходы на лестник Amazon и совершается покупка, для Facebook это и есть отметка. О том, что данная реклама адекватная, то есть, это так называемый social proof идет, и, соответственно, информация с этого лестника. И он, соответственно, подбирает адекватную аудиторию по этим всем показателям. В Amazon немножко все по-другому работает. И, соответственно, более правильно идет заход на листинг в соответствующую аудиторию. То есть, не индусы заходят, а уже действительно американцы заходят, которые интересуются вашим покупателям. Не шаровики, которые приходят за какую-то большую скидку, а заходят действительно люди, которым это нужно, которые готовы покупать. То же самое делает Amazon. Если он видит, что по органике, когда вот по каким-то ключам где-то кто-то заходит, не идет по ком-то, зашкаливает по одному ключу, как все начинают лупить по одному ключу, и все, подняли, а вот хорошо. Да, потом что-то где-то поднимает. На самом деле, Amazon тоже через некоторое время все это видит. Он потом, алгоритм, таким образом построен, что начинает понижать этот ключ в том числе. Поэтому это вопросы, которые требуют, конечно, более глубокого понимания этих всех моментов. Поэтому нужно либо самому это все разбираться, блин, и потратить неимоверную кучу времени, энергии, силы и денег на все эти эксперименты. Либо кого-то куда-то как-то приглашать, и просто чтобы они помогали в этом вопросе. Потому что на него все невозможно охватить. Так, давай вопросы. Читай там огромный. Вопрос, Максим только был последний. Если кто-то есть вопросы, ребята, задавайте. Полно вопросов. Ну, у меня почему-то в ленте... Обнови просто ее. Может быть, она тебя не обновляется. Да, давай я сейчас обновлю, потому что у меня в ленте... Тут и Антон задал, и Игорь, и Алена задала. Сейчас. О, я вижу теперь. Так, вот Максим последний. Олег Коваль, потом. Сережа Пучков. Скажите, есть ли определенное количество продаж на Амазон несколько тысяч? Есть ордера, адреса клиентов? Как-то можно задействовать информацию в основном? Конечно, можно. На самом деле, единственное, что она не будет стопроцентно конвертироваться в аккаунты непосредственно людей, потому что если люди, например, у них аккаунт прописан по одному адресу, и карточка, соответственно, их нет, которая платежена по другому адресу, здесь, скорее всего, не будет попадания. Но достаточно по большинству ниш, где-то процентов 70, идет действительно попадание по амазоновским адресам, которые мы можем взять и зачет по Амазону, по ним где-то процентов 70 попадаем в ту аудиторию, и потом можем эту аудиторию построить на Фейсбуке. Если вы уже с этой аудиторией работаете, правильно ее завести, и потом ее формировать, конечно же, эффект будет еще намного сильнее. Запись будет, понятное дело. Читалось, что Фейсбук дает возможность сдавать таргет рекламу по телефону. Ну, конечно, вы имеете в виду, если по телефону, номер телефона, конечно, это то же самое, как с адресами. Адрес, электронная почта или телефон – это все ключевые моменты, которые выводят у вас на вашего целевого покупателя. Ваша задача, ну, есть разные подходы, некоторые, я знаю, используют вообще прямой таргет, чтобы найти конкретного даже покупателя на Амазоне через Фейсбук. Но я не думаю, что нужно до такой степени уже опускаться. Наша задача больше построить аудиторию на основе полученной базы клиентов и на основе нее выстроить индивидуальную аудиторию и дальше ее развивать. Это будет намного более правильно. Более того, вы можете потом с этой аудиторией таргетироваться не только на Америку. Если ее правильно таргетировать, можете на Европу таргетировать, на Канаду, можете на просто какие-то похожие рынки. Но не на Индии, понятно дело. Индия, Китай – это совсем другая аудитория. Александр, как в этой ситуации, есть ли были привлечены индусы для лайков на страницу, помогает ли настройке связи страницы ФБ и исключить людей, которые находятся в вашей странице. Да, там есть инструмент, можно отключать индусов, но это частичное решение проблемы. Вы, к сожалению, не сможете ее решить сразу, сходу, по одной простой причине, потому что уже определенная аудитория записана Фейсбуком во внутренний свой архив. То есть Big Data никто не отменял. Поэтому следы уже эти индусы оставили, они участвуют в модели анализа аудитории, которая активна на вашей страничке. Поэтому для того, чтобы это поломать, нужно вообще классическим образом. Начинать с чистого листа, не работать с индусами. Это вот по классике. Если вы уже все-таки начали, и вы не меняете страницу. Во-первых, страницы можно объединять, можно синхронно еще страницу открывать, потом сделать между ними и дни, через некоторое время после роста. Третий момент – это то, что сделать действительно, отключить индусов в ручном режиме и наращивать аудиторию на конкретную аудиторию американскую. Единственное, что это будет более длинный путь, это то, о чем я говорил, это вы залете просто дополнительные деньги. Третий момент – это здесь, что может вам ускорить процесс нахождения своей аудитории, просто выкачать отчет из Амазона посредством либо сервиса, бейстат ее, уже говорили название, это точный сервис, либо вручную из амазоновского отчета и закачать его в Facebook. И тогда можно попробовать его настроить на свою аудиторию, посмотреть, какой будет результат. Все зависит от товарной ниши, от товара, только уже по факту результатов можно было смотреть. Более того, кстати, я хочу обязательно отметить, в любой рекламе без тестов это просто слив денег. Все рекламные ваши гипотезы, которые вы будете строить, обязательно тестируйте, проводите АБ-тестинг, только после этого выделяйте бюджет. Более там есть определенный подход в Facebook рекламе, правильно именно запускать рекламу и соответствующие рекламные бюджеты, чтобы вы тоже лишние деньги не сливали. Facebook очень хитрая штука. Если покажете, что у вас много денег, он будет ставить вам поставку выше. Более того, со временем компании, если вы длительную компанию делаете, они со временем поднимаются. Стоимость клика будет выше. Так заложен алгоритм. Тоже об этом помните. Поэтому нужно делать перезапуск компаний. Если удачная компания, просто обычным копированием, если там с настройкой, если неудачная компания, залит новую компанию. Кого на аутсорс можете посоветовать. Ну, смотря для чего, в принципе, тут уже смотрите. Мы сами планируем этим заниматься, что об этом разговоры еще. У меня был недавно диск по поводу один из лекторов, который привел свой кейс, причем кейс, который в большинстве случаев не применим для наших предпринимателей. И как раз-таки приводился в пример нарисованный кейс. Задача этого кейса была собрать аудиторию и раздать его за деньги и, соответственно, получить на этот определенный зарплат. То есть тут есть разные подходы. Каждый исповедует свой путь в этой жизни. То есть если есть желание экспериментировать, можно экспериментировать. Алена, у меня вопрос к вашему кейсу по тесту рекламы на нескольких аудиториях. Впечатляющая разница у вас получилась между рекламным постом и бустом существующего поста. Но там не совсем рекламный пост, там рекламные, получается, объявления. Давайте я несу правильную точность в определение. Рекламное объявление, оно запускается через таргетин, через рекламный кабинет. Оно вообще в ленте не появляется. А пост, это в данном случае вы можете делать либо его поднимать непосредственно с бизнес-странички, либо также можете его поднимать через рекламный кабинет. Но суть, тут изначально Амазон и Фейсбук его по-разному понимают. То есть если размещенный пост вы поднимаете, он его поднимает как определенную информацию, которой нужно поделиться среди аудитории либо ваших читателей, либо похожих людей. Если вы запускаете рекламный таргетинг, то вы значительно более точно настраиваетесь, кому показать. То есть в первом случае, какие органический охват, Фейсбук, кстати, между прочим, чтобы вы понимали, органически вы охватываете свою аудиторию где-то процентов до 10 из тех, кто подписан и читает или там пролайкал вашу страничку. Поэтому вы можете для себя понимать, сколько вам нужно подписчиков на страничку для того, чтобы конвертить в определенном количестве органических продаж. То есть продаж без рекламы. Ну, точнее, реклама должна быть очень скрытая в тексте, нужно просто правильно копирать эти тексты. Если создавать, закончу просто вопрос, если создавать рекламу, но использовать для нее Игорь Куршнирук пропустил первый финанс-минут. Была ли информация, как правильно делать ссылку для продвижения определенных ключей, чтобы вы это не было подозрительно, для Амазона. На самом деле, то, что сейчас активно рекламируется Storefront URL, я думаю, что Амазон в ближайшее время его прикроет. Мы тестировали рекламу и, ну, в принципе, на сегодняшний день мы в основном используем Storefront URL, либо используем ссылку на Buybox. когда вы непосредственно в листинг переходите. А почему не делают динамический Super URL типа Амзе Вана? Дело в том, что все вот эти укорачиватели, это для Facebook и для Амазона, они все это видят, они понижают эти рекламы и удорожают. Ну, а люди считают, что динамический Super URL лучше работает в Storefront, многие мне говорят. Нет, Super URL это хорошая штука, на самом деле, но вопрос в том, что алгоритмы это уже сейчас распознают. Дело в том, что там вот эти маркеры, которые используются украчивателями, это лишний переход на другой сайт. И, соответственно, у Амазона есть понижение таких вот переходов. Мы сейчас пробуем в Buybox добавлять ключ, делать такой руками Super URL. Он срабатывает, он тоже работает. Не могу пока сказать об эффективности. То есть мы сейчас экспериментируем. Я думаю, что будет кейс у нас по этому поводу, тогда сможем поделиться. Дальше. Если ваш товар, Антон задает вопрос, если ваш товар не несет ценности, стоимость, качество и так далее, то вы можете заливать внешний трафик и на внешнем листинге Амазон показывать 20 кучек предложений, то вы заплатите за трафик снаружи, а купить вашего конкурента. Сложный вопрос такой. Я так понимаю, на листинг, когда заходят, наверное, оттуда, переходят на конкурента, а у вас товар беспонтовый, и вы все делаете зазря, что ли? Ну, здесь это лежит в области то, что мы уже говорили, Денис, это обратил внимание. Если ваш листинг не актуален для целевого потребителя, то здесь вопрос будет всегда все плохо. При любом раскладе. Мы должны подготовить товар. Мы на начальной стадии выбираем товар, подготавливаем товар, правильно запускаем товар. Вот при сочетании всех этих вещей у нас вероятность удачного запуска высокая. Но, вот, например, у меня сейчас есть пример товара, прям вот, я не знаю, прям в яблочко я попал опять. То есть, мы месяц назад или два запустили товар, даже не думай не гадая, и он выстрелил, вылетел в out of stock. Заработал денег просто очень много. Ну, просто там навложено, я не знаю, там 2000, чуть и не десятку принес. Ну, пускай не 10, там, пускай там 6000 долларов, там, 7000 долларов. То есть, это с продвижением со всеми чистыми. Вот, думаем, ну, ништяк, сейчас два, уже два лисинга туда несем с двух аккаунтов сейчас бабахнем. Товар привезли, все четко сделаем. И тот товар, который приносил лисинг, и новый, все четко сделаем. Ну, туда вот за этот месяц просто как будто вот сговорились все, я не знаю. Вот просто я лично с консультациями ко мне люди приходят и приносят этот товар, приносят этот товар, показывают товар, кто-то на отзывы этот товар несет. Просто вот все реально туда ломанулись. Он не ухудшился, продажи есть, все стабильно, нормально. Ну, просто конкуренция выросла за какие-то полтора месяца, я не знаю, в пять раз. Ну, правильно, потому что, ну, все же работают по принципу. У нас, вот почему на российском пространстве, на СНГовском пространстве, очень быстро выгорают все темы, связанные с лендингами, да, всевозможными офферами и так далее. Не согласен. По одной простой причине, никто же не думает, все же просто берут и обезьяничают. Не согласен, не согласен. что-то у кого-то работает и все, побежали. Нет, не согласен. Я считаю, части, да, во всем, конечно, так есть, но огромная часть наших людей занимается деньги быстро и сейчас. И все торгуют трендовыми товарами. На мозг включается, на что-то такое серьезное и что-то долгоиграющее никто не хочет. Не хотят они это самое обезьяничество. Они хотят, да, они рассуждают, сейчас возьмешь любое, обучающие там, все хотят глобально, все хотят свой бизнес. Но на самом деле я разговаривал, кто вот эти строят лендинги, они говорят два месяца или три месяца. Два месяца или три месяца. Максимум живет любой лендинг. Лендос я имею. Потому что они привозят все эти спиннеры, все вот это остальное. Там единственное, мне сказали, часы еще более-менее долго живут, все остальное умирает мгновенно практически. Два-три месяца. Потому что модель выбора товара построена на лендовых звездочных. Никто не строит длинных, понимаешь, дело не в модели. Ее никто не строит. И никому не надо. Надо бабки быстро и сразу, чтобы по-бырому срубить капусту побольше. Вот в этом-то и зарыт корень проблемы. То есть, если подходить правильно и системно, то в этом будет в общем-то и результат и будет на года вперед. Вот, никто не хочет. У нас долгоиграющий бизнес никто не выстраивает. Я тебе еще раз объясняю. Просто в этом все и дело. Его просто никто не строит. Он никому не нужен. Вот у всех, бизнес такой достаточно простой, простой, грубо говоря. Чем быстрее, тем лучше. Все. Я же говорю, очень-очень скоропорт. Здесь на самом деле это просто кто, как уже что исповедует и кто к чему стремится. На самом деле есть такие вот однодневные товары, которые быстро сгорают и выгорают. Это трендовые так называемые товары. Есть товары, достаточно которые стабильно продаются из года в год. Единственное, что их нужно правильно нащупать, найти, добавить свою ценность и дальше продвигать. Но опять-таки нужно помнить, Amazon – это большой дешевый супермарк, куда приходят за низкой ценой. Если мы хотим действительно маржинальный продукт и развивать его, то нужно строить бренд и лить трафик на свой ленд, выходить в оффлайн-розницу и там тоже работать. И, кстати, это ответ от следующего нашего зрителя, Дмитрия, по поводу того, зачем на Amazon лить. Amazon как бы не есть панацея. Если вы умеете лить трафик, вам, честно говоря, будет уже глубоко без разницы. Amazon – это будет Shopify или что-то еще. Это здесь уже вы просто по своей стратегии, по маркетинговой стратегии выбираете непосредственно, куда вам нужно лить трафик, где вы будете собирать свою аудиторию. Еще раз напомню, что все брендовые товары, дорогие товары, они в Amazon не идут. Amazon борется за то, чтобы они туда приходили, но основная масса товаров туда не идет. И яркий пример, Юлий Паккарт не зря сейчас судебные иски многомиллионные запустил, только потому, что он против продаж на Amazon. Потому что Amazon в данном случае для бренда, с именем, с деньгами, с маржинальностью, он работает на понижение. Все брендовые товары не работают по принципу работы ценой. Вообще, в принципе, в маркетинге работа ценой – это последнее из маркетингового микса, с чем нужно работать. Нужно начинать, в первую очередь, с самим продуктом, с его ценностей, с которыми вы работаете на аудиторию. понятное дело, это следующий этап для развития Amazon предпринимателей. Просто это, в данном случае, зерно, которое сейчас мы тут обсуждаем, оно кому-то рано или поздно в голове даст росток, который вырастет в очень крепкое, сильное дерево. Но нужно его когда-нибудь забросить, это зерно, в эту почву. Следующий вопрос у Богдана. Насколько эффективна покупка постов в чужих группах и у лидеров мнений на Facebook? Был ли у вас позитивный опыт? У нас был, но не был именно связан с Amazon такой опыт. На самом деле, так называемые либо гуру, либо топ-вьюеры, либо всевозможные люди, которые занимаются продвижением каких-то своих проектов, и у них рекламироваться можно. В этих группах рекламироваться также можно. Facebook это позволяет делать. Все зависит от того, какую аудиторию вы таргетируете. Если эта аудитория не совсем адекватна к вашему товару, либо она агрессивно настроена к любой рекламе, то понятное дело, что у вас надо будет байна. Это нужно момент учитывать. Но в принципе в определенных нишах это очень плохо работает. Все зависит просто от того, какой здесь товар. Это нужно конкретные случаи брать и разбирать. Это не вопрос, это просто порыв в душе. Понятно. Так, у нас еще вопросы есть, я сейчас обновлюсь. Ну вот если по поводу этого, хотел сказать, по поводу крупных брендов. Понятное дело, крупные бренды, что он цену зафигачил, я мой, обычного товара в 10 наценок. Мы все так хотим, мечтают торговать. Амазон позволяет торговать, покупателям покупать, именно аналоги. Вопрос вот этой собственности интеллектуальной есть момент, как там с музыкой, Apple там нагнул многих, и с фильмами, то есть какую-то новую систему они делают и выстраивают. И так же здесь то же самое. И насколько хватит Амазон, насколько он сможет нагнуть эти крутые бренды, когда реально покупатели просто не пойдут. Это вот вопрос. Из-за этого они судятся, естественно, не хочется. Они хотят продавать свой обычный товар, который те же китайцы. Очень часто мы общаемся с китайцами, которые говорят, да, мы для этих брендов делаем. Естественно, мы вам можем сделать этот товар. Вот. Просто он не будет под брендом. То есть они стоят копейки, как и все остальное. Просто бренд нафигачил туда. То есть они контролируют качество, они там все дела делают, не спорю. Но 5 долларов... На самом деле это все тоже есть объяснение, потому что это все так называемая капуста либо луковица вокруг черенка. Поэтому бренды в общем-то и... Им не интересны такие площадки. Если они сохраняли свою территорию, свое имя, интеллектуальное собственность, то они бы эти денег не зарабатывают. Конечно, конечно. Им нужно понять... Пучет имя нужно много тратить точно так же, как и в рекламе. Это смотри, это более жесткая конкуренция. Естественно, они в ней также начинают проигрывать. Вот. Когда у нас такие площадки? Потому что площадка глобальная становится круче бренда. Бренд отдельно, он круче, грубо говоря. А когда глобальная такая площадка, к которой туда люди приходят, уже доверяют площадке, и там на этой площадке продается товар аналогичный брендовому, и они говорят, да, там, it's all by Amazon, там, например, там, Amazon же многие такие товары торгует, особенно там всякими расходниками и такими вещами. Вот. И здесь уже такая происходит ситуация, что уже происходит смещение вот этих, и человек уже доверяет и бренду, и Amazon. Amazon продает этот товар через Prime, то есть все дела, есть гарантия, не понравился, вернул. И то есть человек уже привыкает, привыкает, ему не принципиально, хп написано на нем, или там какая-нибудь другая вариатура. Вот. Вопрос-то этой интеллектуальной собственности, насколько может вот этот картридж, там, я не знаю, или еще что-то подойти к этому. Они же все вот эти принтеры, я вам последний, все зачипованные, нельзя там вообще поменять, не дай бог, что сделать. Этот картридж, ему цена, блин, 200 рублей, они продают его там, я не знаю, по трюльнику. Ну, просто вообще слов нет. Ну, пускай... Правильно, они же на чем зарабатывают? Конечно, конечно. Не, ну... А, служивание? Лупит цену жестко, лупит цену жестко. Мы просто приходится на Алиэкспресс, покупать эти чипы, перечиповывать и делать эти картриджи, опять же, там, двухкопеечные. Вот, при зарядке, ну, там, вот это вот. Не, ну, это все на самом деле маркетинг, это такие уже, как бы, большие дефиниции, нам до того уровня далеко, конечно, еще... Ну, согласен, согласен. Просто я из этого говорю. Ну, в принципе, рано или поздно кто-то из нашего сообщества обязательно выйдет на тот уровень и у него станет этот вопрос. Ему нужно будет вырабатывать соответствующую стратегию. Но, опять-таки, все начинали, тут же Apple начинала IBM, они все начинали с гаража. Так, теперь я бы... Мы идем по их пути, в том числе. Надеюсь. Потому что интернет, на самом деле, я считаю, еще на таком, мне кажется, далеко не... Я помню, лет пять назад, что ли, я думаю, уже в Америке вообще все по интернету продается. А потом я услышал, что там оффлайн торговля 100 миллионов, 100 миллиардов долларов, а онлайн 1 миллиард всего на все. Я бы просто в шоке от статистики. Вот. Из-за этого, то есть, тут и говорить вообще нечего. И каждый год все значительно меняется. Нет, но есть вещи, которые через интернет мне особо все равно покупают. Понятно, понятно. Есть много всяких нюансов. С этим борются, думают. Крупная товара, но машину тоже там через интернет сильно не позакажешь. Ну, понятно, да. Но как бы не было... Продаж выстроена на это. Ну, как бы не было, там, многие там, та же самая Tesla, там, пытаются машину по-другому совершенно продавать, а не через дилеров, и там у них тоже заруба идет. Глобально все меняется. Глобально меняется все. И со временем это глобально все и поменяется в принципе. Вот и все. Я думаю, никому эти вещи не нужны будут. Все эти выставки показывал. Вон Икея. Вон дома у себя поставил, шкаф посмотрел, 3D-модели и все остальное. И вещи также, одежду будут... Вон, отсканировал себя на телефоне, правильно, и точно размер получил. Тебе уже... Ты просто отсканировал, сказал, я хочу вот эту вещь. Свой размер, просто 3D-модель себя сделал, просто программа нужна. 3D-модель, загрузил в магазин, у тебя помимо своего профиля есть 3D-модель. Ты ставишь, тебе уже размер автоматом высылают. И не надо там размер ноги мерить, размер руки там и все остальные вот эти вещи. Все настолько быстро меняется, что мы просто даже за этим можем не уследить. А если уследим, мы как раз будем на гребне волны. Вот и все. То есть просто этим жить надо, кому что нравится. Просто я бы попросил тебя теперь подытожить. Первое, ты много всего от этого рассказал, хотел бы в сухом остатке, как вот мы с тобой по 3 месяца. Или то есть тот формат. Именно чтобы люди тебе не задавали, если задавали вопросы одни и те же. Ты отправлял на это видео. То есть скажет там вот концовочку видео посмотрите и не задавайте опять одни и те же вопросы, когда у вас там я не знаю вложено 3000 долларов, там 6000 долларов в товар, который нифига не продается. И вы начинаете мне рассказывать про какие-то кейсы. Да вам просто нас нанять, вам пятак обойдется. В конечном. А то и десятка. Это бизнес не для этого. Это не 3000 бизнес. Если кто считает, что кто вложил 6000 долларов и что это серьезный бизнес он построил, это просто перепродажа товара. Когда у вас уже товар классно продается и вы хотите увеличить продажи. Это одно. То есть вы инвестируете с прибыли в развитие своего товара. И когда вы действительно серьезные деньги инвестируете на будущее, то есть вы производите, предположим, вы понимаете рынок, вы понимаете, что ваш конкурент уже там торгует, что этот товар продается. Вам не надо смотреть, какие там за скопы или еще что-то продать. Вы и так понимаете, вам надо выходить на эту площадку и вы работаете уже с товаром глобально. То есть ваша задача первая выйти на рынок при этом самом показать свой товар. Если будет такая как раз потребность у людей действительно расширяться и строить, то без работы с внешним трафиком ну никак. В сегодняшний момент это цифра 2,8 миллиарда только Инстаграм с Фейсбуком на многом говорит. Ну я тебе так говорю. Вот, просто подытожь, чтобы не было вот этих вопросов начинающих продавцов, которые, когда меня бесят, когда мне начинают звонить и спрашивают про как это называется-то, делегирование, какие-то делегирования, делегирования, где я говорю, чтобы меня нанять, чтобы меня нанять на работу, чтобы я за вас работу делал, но это будет стоить очень дорого. Вы столько денег даже не вложили в товар. Какая делегация? Вы хотите что, за 10 долларов нанять человека что ли? Вот, из-за этого, когда у вас, хотя бы, вот мы с людьми разговариваем, там 300 тысяч оборот в месяц, там миллион долларов оборот в месяц, человек может уже нанять себе там менеджер, там директора по продажам, по поиску товара, то есть уже есть структура определенная, не такая большая, как в оффлайне, но в любом случае структура людей, которые вполне... А когда у вас бизнес там 10 тысяч оборот, слава богу, товар продается, вы зарабатываете 3000 долларов. Ну, вам специалист высокого уровня, вот, к которому вполне возможно мы не относимся... Он очень дорого обойдется. Он очень дорого обойдется, то есть, ну, просто можно ценники там назвать, зайдите там во фриланс и посмотреть, какие ценники. Не надо глупые вопросы задавать. То есть, это вам выйдет тысячи долларов, тысячи, 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 тысячи долларов. И мы сейчас об этом рассказываем, не то, чтобы нас там это самое, мы просто как бы рассказываем, какие есть, ну, так, расширение кругозора в первую очередь. То есть, чтобы понимание было, в принципе, то что устали отвечать на одни и те же вопросы таких, ну, самых начинающих продавцов, которых у меня не продается товар. А давайте вы мне через фейсбук, ну, давайте вам скажем, вот вам бюджет 15 тысяч долларов, вас устраивает? То есть, вас три месяца будут везти, вам там наймут, это, 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 человек аж в шоке просто. Он думал, за 100 долларов ему сейчас раскачает фейсбук-группу, сделает там в инстаграме 50 тысяч, там целенаправленно, там, я не знаю, в фейсбуке, в пинтересте, и все, человек в шоколаде, то есть, ну, просто несоизмеримо, то есть, фейсбук и... Я сейчас добавлю просто здесь еще один момент, это в том, что основная масса, вообще, в принципе, специалистов, они не продавцы. Вы должны об этом всегда помнить. Основная масса специалистов СММ, либо СЕО и так далее, это все специалисты-айтишники, они не занимаются продажами, они делают просто сухой остаток. Действительно, специалистов, которые имеют дело с продажами и настраивают конверсии именно на продажи, не на лайки, не на заходы, не на визиты, не на аудиторию построения, а именно на продажи в конечном, то есть, воронку строят таким образом, таких специалистов очень мало на рынке, тем более, в нашем пространстве, русскоязычном. Более того, у них ценник начинается с нескольких тысяч долларов, вообще, в принципе, настройка одной компании. Поэтому здесь нужно отдавать себе отчет, то есть, что вы хотите добиться. Если у вас действительно уровень соответствующий, то можете, конечно, рассчитывать на такой специалист. Если у вас стоит локальная задача, локальная задача первого минимального уровня, да, поднять ключи, проранжироваться, потому что там тяжело в условиях Амазона, потому что дали бах с выбором товара, неправильно его выбрали, неправильно его описали, неправильно его привезли, там, аутовстоки несколько раз получили, да, есть короткая задача, которая может вам помочь в какой-то степени проранжироваться, но ожидать, что она вам сделает там действительно хороший трафик продаж, но тут сложно, потому что вам нужно подготовить непосредственно сам листинг, чтобы он органические продажи подхватил, а не просто в выдаче постоял и потом упал. Если на первой странице лидеры занимают там сотни, на то и тысячи у них отзывы, то вы, выйдя с 50 отзывами на первую страницу, вы не зацепитесь за органическую продажу, вы упадете. Амазон, естественно, таким же образом вас потом пометит, что вы невысокорелевантные продукты не актуальны для аудитории. У вас был один шанс. Шансы используют. Да, и вас будет занижать. Да, вы можете побороться опять с Амазоном, потому что, например, после каждого... Будет дороже просто. Аут оф стока вы минимум на 25% при всех одинаковых ситуациях получаете меньше объем трафика и продаж. И, соответственно, вам нужно будет потратить больше денег на PPC и больше денег на внешний трафик для того, чтобы опять вырваться вверх. Поэтому лучше сразу же потратить деньги. Они не так много стоят подготовка хорошего качественного листинга, подобрать нормальные ключи, чтобы вы по органике поднимались и бустануть хорошими ключами. Но ключи часто лежат не на поверхности, которую вы там видите в листинге, а часто они лежат где-то внизу, которые нужно зацепить и потом с помощью них сделать этот буст и потом поддержать другими ключами. Поэтому подытоживаю два момента. Первое – это короткая задача, связанная действительно с таким вот бустированием листинга, с поднятием, настройкой рекламной кампании, рекомендациями, может быть, какими-то по настройке бизнес-странички и ее дальнейшему введению. Потому что Facebook на это все очень хорошо смотрит, на релевантность вашей бизнес-страничке, той аудитории, на которую вы таргетируете рекламу. И, соответственно, конвертит, насколько это все дело хорошо. Это одна задача, это более короткая, так называемый вихрь, но опять-таки вихрем нужно правильно пользоваться. Это инструмент работы с холодной аудиторией. Отсюда качество работы с этой аудиторией и этим инструментом. То есть все равно, что вы будете скальпелем, закручивать саморезы. Что-то закрутите, но не до конца, и будет очень-очень неудобно и очень непрактично. Если вы готовы работать действительно на развитие аудитории, на развитие своего бренда, или у вас очень конкурентная ниша, а наоборот, у вас есть достаточный бюджет, то можно, конечно, выходить на построение аудитории. Построение аудитории, это нужно сразу же рассчитывать, что меньше, чем за 2-3 месяца вы нормальную аудиторию не соберете. Три месяца, не надо там. Это первый костячок, основу, фундамент, который нужно будет потом в течение года развивать. И потом, с помощью чего, вы будете себе уже потом это даст вам через полгода, даст хорошую отдачу в плане продаж. Это более длинный путь, это нужно сразу же быть готовым, потому что вы подписываете длинный контракт с исполнителями, который будет вам это все дело настраивать и строить. Понятное дело, в текущем режиме это будет контрольный показатель, или будет тестироваться много всяких гипотез, которые будут перепроверяться и потом подтверждаться. Но это длинный путь, к нему нужно быть готовым. Это не 200 долларов, не 100 долларовая операция одноразовая, это постоянный процесс. Поверьте, на самом деле, если строить эту длинную воронку, она, на самом деле, вам сэкономит деньги, чем вы будете работать все время с PPC, если вы деньги в PPC. Со временем вы это все на себе проверите и убедитесь в лишний раз. Поэтому всем, в любом случае, больших продаж, хороших товаров, благодарных клиентов, меньше негативных отзывов и действительно для себя понять, какая стратегия нужна. В принципе, если кому нужно определиться, что лучше выбрать, какую стратегию, какую тактику, конечно, нужно в конкретном примере это брать. Но вы должны быть к этому уже разговору подготовлены, чтобы вы могли озвучить с одной стороны свои желания, с другой стороны, вы должны показать, с чем вы работаете, и тогда уже можно выйти на какой-то результат. Может, нужно будет менять товар, а может, не нужно товар менять. Может, товар, который вы запустили, он даже хороший, просто его нужно немножко адаптировать под рынок и под потребителя, доработать его и правильно перезапустить его либо на Амазоне, либо правильно на него организовать внешний тракт. Но это все в каждом конкретном случае, это индивидуально. Нельзя сказать, что есть какой-то универсальный случай. Проверьте, нет универсальных подходов, все индивидуальные. У нас у всех своя шапка, свои ботинки, свои штаны, свои кортики, мы не хотим быть похожими на армейский батальон какой-то однотипный. Вот отсюда нужно исходить. Поэтому у каждого, даже если вы стоите в одной нише вроде бы с конкурентами, у каждого свой товар, у каждого свои акценты, на кого, как он таргетируется, какие ключи используют и следственные аргументы используют для работы со своим потребителем. Какие еще будут, ребята, вопросы? Так, вопросы вот у Игоря, прочитай. Сейчас, сейчас обновляю страничку. Если сливать много трав о плохой конверсии с Фейсбука на листинг, насколько это критично для ранжирования товара на Амазоне и в целом для аккаунта? Какой процент конверсии критичен? Мне однозначно сейчас сложно сказать, потому что на самом деле тут нужно просто достаточное количество статистики разобрать. Я, конечно, могу с кондочка сказать либо там из каких-то узких примеров этот результат, но лучше, когда это является уже определенная статистика. Легче будет сказать, например, когда там хотя бы 100 товаров в этой модели пройдет, тогда уже можно сказать, где, что, как работает и как срабатывает. Объясню, все очень просто, потому что факторов экономика она многофакторная модель и мы не можем только по одному фактору определить, сработает это или не сработает. Все эти факторы нужно учитывать и, поверьте, даже заходя с одним и тем же товаром, с одним и тем же описанием, с одним и тем же картинками, наверняка у нового продавца картина будет другая. Надо уметь просто работать по ходу пьесы. Это невозможно. Просто нужно по ходу пьесы понимать, какие есть проблемы, какая есть ситуация, ее правильно проанализировать, правильно выдвинуть определенные гипотезы и просто по этим гипотезам отработать ситуацию и все. Тогда будет результат. И потом по этому результату анализировать. То есть, такой многоразовый подход к бревну, к станку. Вы просто делаете и со временем вы поймете, что нужно делать с вашим. Надеюсь, я ответил. Да. Я еще хотел бы, знаешь, что сказать. Мы, в принципе, определили людям. Я хотел бы уточнить, существует, вот как я себе вижу, то, что мы собираемся запускать в нашей группе по обучению наши как раз товары. Мы будем создавать действительно полностью, полностью собирать аудиторию, потому что на следующий год я планирую этот товар. Ну, как бы мы за год планировали выстроить определенный бизнес. То есть, бизнес, который будет приносить доход. По большому счету осталось совсем чуть-чуть, год закончится, подытожим, я все расскажу. Мы даже планируем видосы снять, которые нарезку, конечно, не конкретно наш товар, но в любом случае, чтобы были цифры, информация, как было, как стало. Вот. И в следующем году я эти как раз товары планирую уже развивать не на Амазоне, а на внешнем трафике. То есть, я планировал это быстрее сделать, но не получается. Товар достаточно нормальный для этого и позволяет по доходности и все вот эти вот вещи. То есть, в следующем году у нас по плану это заниматься внешним трафиком именно по товарам, которые в этом году мы раскачали и построили реально нормальный работающий бизнес, который приносит достойный доход. по Амазону уже будем запускать новую группу товаров. Но это вот как раз у меня сейчас напарник уехал в Китай, улетел, и как раз будем выбирать там товары на следующий год. Планируем. Вот. И здесь получается такая ситуация, что, как я себе вижу, есть два направления развития вот этой вот истории. Первое направление это для тех, кто действительно хочет поднять ключи, решить какие-то такие нестечковые задачи, проблемы, потому что практически по схеме индусов сейчас никто не работает. Есть ребята, кто это делает, но в любом случае это и не дешево, и опять же на любителя. Вот. И опять, сегодня это работает, завтра может не будет работать. По на данный момент социальным сетям и Инстаграм в том числе и Фейсбук реально при нагонении вот этого трафика при определенной схеме. Вот. Происходит поднятие ключей и даже дешевле, чем делал Индус. То есть если умеешь... Это часто добавлю, дешевле, чем ППС провалять. Да, да, да. А ППС, многие же говорят даже по экзисту, там, по точному соответствию, там, я не знаю, многие ключи просто тупо не поднимаются и все. То есть идут продажи, а поднятия нет. Ну, опять, все на любителя. ППС, всегда, кто занимается ППС, будет с пеной доказывать, что это официальный инструмент Амазона. И за это он будет существовать всегда. А все остальные, это серые схемы, сегодня они есть, завтра нет. Так что и в этом отношении это действительно правда. Так оно и есть. Вопрос эффективности. Можно правильными этими инструментами пользоваться, все будут пользоваться неправильными инструментами, и они будут зарабатывать, а мы будем все смотреть со стороны. А аккаунты мы знаем, как он народ клепает раз в месяц по-новому. Ну вот, тут все от бизнеса, от многих моментов зависит. Я не знаю, у меня не было проблем по другим схемам, пока, фу-ть-фу. Ладно, в любом случае, в любом случае есть момент поднятия просто ключей, есть второй момент, это именно создать собственную аудиторию. Собственная аудитория это длинные деньги, длинная воронка, которая в перспективе хотя бы три месяца это минимальный срок для посмотреть вообще, что мы сделали, полгода посмотреть, какой результат. То есть, из-за этого, пожалуйста, кто заинтересован в такой длинной воронке, себе может это позволить, только обращайтесь. Другим не надо, пожалуйста, потому что разговоры вести, хочется работу, работать, а не разговор, разговаривать. Вот. А если конкретно по именно поднятии ключей разговаривать, к Александру обращайтесь, я думаю, он вам там в этом отношении поможет. Ну, можно либо напрямую, либо можно через Дениса, как кому удобнее уже обращаться. Ну, вот, Дмитрий как раз говорит. Но это опять же через точное соответствие не поднялось. Это много всяких моментов. Сейчас на данный момент и вот эта схема тоже сегодня работает, завтра не будет работать. Никто этого не знает. Амазон как бы значимость дополнительных вот этих вот полезных действий постоянно меняет. Я до 20 апреля вообще не представлял, как Амазон может побороть индус. Вот. Ну, поборол же. Поборол и все практически. Я все-таки больше, ну, индусы все-таки это была такая серая черная схема использования, то есть, манипулирование рейтингом. Все-таки соцсетями как-то трафик бьется через соцсети. Но тут Амазону будет сложнее бороться, потому что все-таки Facebook намного мощнее. Нет, нет, органический трафик, который Амазон игнорировать не может. Он его не может блокировать. он может его просто уменьшить значимость, кажется. Сейчас вот не зря нужно просто смотреть сейчас за новость соцсети, которую Амазон запустил. Если она наберет хороший рейтинг и она действительно начнет набирать хорошую конкуренцию соцсетям внешним, тогда действительно Амазон что-то придумает. Пока она только начала, запустилась и пока только формируется, неизвестно, какой результат они будут. Да нет, смотри. А, если Амазон, это на самом деле мы сейчас гадаем на кофейной гуще. Первый момент, во-первых, мы просто рассуждаем. Первый момент, они просто могут зарезать и значимость переходов будет меньше. Первый момент. Второй момент, более глобальный. Почему они это сделают? Просто посмотрят соотношение заходов, насколько они поднимают в топы и реальных покупок. А их, например, не будет того соотношения, той математики, которую они заложили. Правильно. Это если мы говорим про манипуляцию, рейтинг. Просто это же все решается достаточно просто. Самое главное это покупка. Если покупка в конечном итоге не прошла и статистическая выборка постепенно к этому придет в массовом потоке. Амазон видит, люди интересуются, они поднимают за счет там вот этих полезных действий. Подняли. Все, классно. Блин, а продаж нет. Он опять упал. Раз галку поставили, два галка. Сначала эти галки идут на эти товары, потом галки идут найти ниши, потому что там много таких товаров продвигается, а в других нишах удачно. А потом, когда все это вот накопится, критическое масса, просто а-ля ман... И все, короче. Кирдык, кирдык фейсбуком, В финале могу как бы здесь это добавить. Вопрос в том, что если мы манипулируем рейтингами, рано или поздно найдут, как говорится, против лома найдется другой лом. Конечно. Если мы работаем с точки зрения формирования, то есть аудитории, которую куда-то мы приземляем, то нам, честно говоря, после этого будет без разницы, это будет Амазон или это будет не Амазон. Нет, это уже дальняя история, куда мы идем. и приземлить на товар свой. Я согласен, но это дальняя с нами у нас история, дальняя, туда подальше, где мы реально идем. Это вот длинная воронка, которая вот, это самое благодатное, то, что нужно строить. Это на самом деле не такая... Мы недоросли, многие недоросли. Место, что по времени она занимает, да. Многие недоросли. Честно говоря, запуском Амазоновского бизнеса минимум полгода занимает. Да, да, я согласен. На самом деле Амазон кажется быстро. Ё-моё, у меня вот на данный момент вот этот наш товар, то есть вот так работаем. И сколько же мы там не высчитываем, я не знаю, увеличиваем 500, 1500, сейчас 6000 везем. И плюс опять Новый год, и я опять не знаю, что там будет. Вот, из-за этого тут такая вот работа. Вот, это действительно, и мы это налажим там с мая месяца. А выбрали товар, наверное, в марте или в апреле. То есть мы, дай бог, к концу года выстроим именно стабильный, нормально работающий бизнес. Да, будет опыт в этом году, соответственно, я уже запускать буду не сейчас, у нас два ИСКЮ в этом, в этом как бы портфеле. Сейчас, соответственно, будем следующего года уже по-другому, более глобально к этому идти, потому что уже и знаний побольше, и опыта побольше, вот, и денег побольше. Вот, соответственно, будем от этого отталкиваться, потому что, что мы там заработали, мы все реинвестируем. Вот, и будет интересно, интересно в плане, насколько мы ускорим, то, что я говорю, я за этот год значительно ускорил запуск товара. Ну, просто значительно, я уже не знаю, что сделать. Я уже не в руках его не держу, я уже никаких там, я помню, начинали там, закажешь, переговоры ведешь, там не поймешь как, потом товар отправляешь себе домой с приват-лейблом, понравился. Вот могу мой опыт сказать, ни разу еще не было такого, что, который мы фабрику выбрали, они нанесли плохо в приват-лейбл. Не заказывайте, никто, не мучайтесь даже, вот, знаете, 100 долларов с нанесенным логотипом. Любой вам фотошопер нарисует, как угодно, если там китайцы покажут, где он находится, без проблем. Это просто трата времени и денег. Это просто, вот, реально смешно, что мы делали два года назад, просто смешно. То есть, нам такие советы давали, я не знаю вообще откуда, это вот только говорит о том, что, это вот придумалось из пальца, высасывалось вот эти вот советы. Люди, которые, в принципе, вообще понятия не имеют, как надо вот действительно работать. И вот столько мы вот этого всего сломали, изменили, ничего там такого нет, то есть, это не всем пядей во лбу, но это просто надо брать и делать. И когда ты делаешь, ты видишь, так, это рудиментальный орган, это мешает, это мешает, это мешает, это мешает. Вот, да, потому что оптимально вообще быть там в Китае, грубо говоря, даже вот ты новую фабрику сделал, слетал туда, выбрал, определился, если ты уже вкладываешь серьезные деньги, раз с ними переговор провел, то есть, или посредник своего отправил, он уже переговоры с собой провел. То есть, это оптимально. Но мы еще не на том уровне, то есть, это еще пока не делаем. Но, в принципе, достаточно даже два раза в год, три раза, я не знаю, четыре раза в год слетать на какие-то выставки, не обязательно Кантон, какие-то другие, вы его или еще. То есть, ты съездил, слетал, посмотрел те фабрики, заснял, отложил, выбрал, начал с ними работать, уже понимаешь, как с ними работать, как не работать. Вот и все. То есть, столько всего уменьшили, и все равно не получается все это быстро сделать. Все равно какие-то шероховаться постоянно. Ну, вот сейчас основная эта проблема. Потому что проблема с Амазоном, поэкспериментировать. Вот, кстати, на Амазоне более, вот здесь люди в основном, кто отзывами занимается, кто PPC занимается, то есть, более высокого уровня профессионала реально, чем и Амазон сам по себе, площадка, то есть, более профессиональная, чем наши товарищи, которые нам делают эти товары. Производственники, во-первых, с ними вечный геморрой, мне кажется, везде. Где бы там ни было, везде есть проблемы. В любых странах везде есть криворукие, тупорылые менеджеры, которые там, я не знаю, на связь не выходит, или там просто какая-то проблема возникает, он там вскрываться начинает, и так далее, и так далее. То есть, куча-куча непрофессиональных людей. Вот с Китаем сейчас на данный момент, вот у меня самая запарка, просто самая запарка. Я просто говорю, я у вас закажу очень много, сделайте мне за неделю. Да двиньте нахер всех, емое. Просто вот сдвиньте их, да и все, вот мне надо сейчас срочно. Готовы работать, я у вас сейчас возьму много. Вот. И они, и они не знают, то есть, для них, я не знаю, может это вообще объемы такие, они сделают технику. Может еще, то есть, непонятно, я сам не понимаю еще на данный момент. То есть, переговоры идем, мы уже человек наняли, чтобы она уже на английском там с ними шпарила, с утра до ночи их там долбила. И все равно, какие-то заводы продавливаешь, то есть, уже говоришь, я говорю, мне надо то-то, 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 то-то. Мы берем вас очень много, и соответственно, вот сейчас просто пробные, у нас там пробные, грубо говоря, 5 тысяч. Нормально, мы соответственно, я не знаю, может быть, просто реально я не понимаю, то есть, я продажник, я не производственник. То есть, эти моменты, я, наверное, недопонимаю, я хочу вот их понять. И вот они меня затормажут очень сильно, я не могу очень много тестов сделать. То есть, вот такая проблема. Производство – это отдельная тема, там у них совсем другой цикл. Да, 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 то есть, продавцы – это продавцы, производственники – это производственники. Ну да, вот из-за этого надо вникнуть вот в эти проблемы. Сразу и там, и там. Да, да, год, я надеюсь, он пройдет под звездой именно внешнего трафа, неважно какого, неважно будет Shopify, неважно будет собственный там на WordPress сайт, но однозначно я хочу получить помимо продаж с Амазона и укрепляться там, естественно, мне даже задача Европы там выйти, потому что в Европу мы просто вот, нам товар только отвезти, нам даже рук нет, не хватает довезти товар, потому что у меня партнер в Европе, у нас уже все есть там, то есть бери визит просто, вот, мне вот сейчас очень хочется просто вот внешнего трафа начать торговать, у меня вот есть уже люди, которые там с разных там своих сайтов там и так далее продают, уже прикольно, то есть уже есть прецеденты, есть человек, который сейчас Kickstarter запускает под Новый год, просто вот есть прецеденты уже таких вещей, которые реально интересны, которые мы еще руки наши не дотянули сюда и просто вот как-то своего сайта, например, продавать, вот, вот это вот очень интересно, вот туда двигаемся. Да, согласен, ну надо, конечно, все это экспериментировать, но застрелить нам нужно все поступательно, все сразу не хватит. Дмитрий, подожди, Дмитрий Гац, я согласен, пять тысяч это, я могу сказать, что Китай огромная страна и огромное количество фабрик. И то, что мы работали и работаем здесь у нас там, грубо говоря, там миллионы оборотов, я мой, его долларов, и то, что там там какие-то пять тысяч жалко, я согласен, но они их сделать не могут. И контейнерами многими заказывают и тоже не могут сделать. Вот, и то, что много, мало, фабрики фабрики рознь. Вот, и не все Bluetooth наушники Я, кстати, по поводу выбора товара, все-таки рекомендовал многим работать в первую очередь на выставках. Это хороший фильтр для первичного контакта, может быть, но если у вас какая-то узкая ниша или вы действительно хотите найти хорошего уровня производителя, нужно работать на выставках и регулярно их посещать. Ну, это нужно просто, когда вы знаете, чтобы при этом нише заходить. Очень многие люди вот недавно на Кантон съездили, вот сейчас съездят. Мне интересно, послушайте опять. Вот, ну реально, я просто слышу те же слова, что мы, когда раньше ездили, тоже. Вот квалификацию надо иметь. Это надо много ездить, это надо... Когда ты постоянно ездишь по разным выставкам, реально, ты понимаешь ниши, ты понимаешь... Ну, вот просто вот мы торгуем, предположим, вот я уверен, ребята, кто уже вышел там наоборот и хотя бы там, ну там, я не знаю, полляма долларов, я думаю, оборот хотя бы. То есть вот в этих там диапазонах прыгают, они уже понимают, я думаю, они уже туда не раз ездили, они уже многих производители. То есть они уже примерно представляют рынок вообще Китая, кто производит там комплектующие, кто производит там сами уже эти приборы или все вместе делают, или кто сборит что-нибудь. То есть в нише надо разбираться досконально. Тогда понимаешь и себестоимость, понимаешь качество, понимаешь все. И ты понимаешь, куда двигаться. На данный момент мы поверхностно, мы просто берем то, что есть. И выставка нам говорит. Да что вы там на выставку, там одни посредники. Да дело не в посредниках. Выставка самое основное. Вот ты едешь общаться со своими партнерами. С кем ты уже работаешь, с кем ты планируешь работать, с кем ты хотел бы работать, кто с тобой на связь не выходит. То есть, а выставка это просто повод встретиться, встретиться с людьми. Там вот мы, например, в разных странах живем, на выставке приехали и там как раз встретились, пообщались. То есть это комплексно. Это комплекс. Там на выставке происходят всякие конференции, там много чего происходит. И если только тупо ходить, смотреть на товары, даже эти товары идеи дадут. Просто вот идешь, как вот по Амазону смотришь, товары. И то же самое. Когда человек приехал первый раз на выставку, второй на выставку, он еще не видит тренды. А когда он уже едет в пятый, в десятый раз, он уже видит. Это в прошлом году было, это в позапрошлом, это в позапозапрошлом. А вот это новинка пошла. Это как я по Амазону хожу, товары ищу. Мне не интересны товары, которые я видел. Я их знаю. А мне интересны товары, которых я не видел. Ну, то есть, это вот со временем. Это надо просто делать, 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 делать. Лейпхак по поводу китайцев. Они очень любят особое отношение к себе. Поэтому нужно не один раз за столом побухать, за круглым столом. Короче, это мне тоже рассказал человек. Короче, как он мне сказал, очень крупная фабрика туда-сюда. И реально в Китае существует как раз по этой ситуации ситуация существует такая, что реально дефицит мощностей. То есть, реально настоящие производители, очень мощные. У них заказов просто море. Им мы вообще не нужны. То есть, реально, если ты действительно по себе стоимость, ты реально крутой, это очень важно. И когда ты лично к ним приходишь, ты лично проявляешь уважение, ты можешь получить условия и все остальное от хозяина этой фабрики намного лучше, чем какая-нибудь транснациональная корпорация, которая берет вагонами, контейнерами, пароходами за раз. Это много-много нюансов. Это Восток, да. То есть, я там не был со слов людей. Но я могу сказать, я на себе это проверял неоднократно, поэтому могу сказать. Вот, так что вот это тоже... Ситуаций было много. Да, это тоже немало. То есть, вот все это имеет значение. То есть, мы вот просто... Я говорю о своих планах. Я говорю то, что вот общаюсь с людьми. Вот, когда сам это испытаю, соответственно, могу сказать за себя. Так, вот здесь Дмитрий как раз спрашивает уже по моим делам. Денис, расскажи, как ты раздаешь по низкочастотным запросам? Ты говорил, что раздаешь по одной штуке в день. А как понять, сколько нужно раздать по конкретному низкочастотному ключу, так как Амазон двигает позиции с задержкой? Ну, вот это и есть. Вот и говорю. Это вот, знаете, вот есть инструмент музыкальный. Один шум издаёт. Вот я сейчас сяду за фортепиано. За самое дорогое вообще. Я не знаю, невероятное вообще. Настроено идеально. Я не смогу ничего сделать. Даже там кузнечик сыграть. А человек сядет на там, я не знаю, на этом, ну или на худшем намного, и сыграет вещь. Вот, это надо опыт иметь, надо уметь. Я не знаю. Я стратегию постоянно меняю. Вот я говорю, вот мой лайфхак, так скажем. Это вообще, вот действительно, я об этом никогда не думал. Это попробуйте запустить товар, попробуйте с кем-нибудь, кто реально хотя бы на вашем уровне или более опытный. Просто вот поучитесь. И вот эти все вот эти моменты, они на тоненьком. Я не знаю, как это объяснить. То есть я вот 10 раз объясняю, и всё равно меня каждый раз спрашивает. Вот раньше я низкочастотники продвигал, например, и моя была задача продвинуть их в топ. То есть каждый я говорил, что я, например, 5-10 раздач, это у меня первая страница по низкочастотникам. Низкочастотник плюс, что можно удержаться лучше и какие-то продажи получить. И вот чем мы их больше зацепим, соответственно, здесь больше шанс в органике. Сейчас у меня стратегия поменялась. Опять же, это вот мы вот с Женей работали, как раз чуть-чуть я там взял, чуть-чуть ещё где-то взял. То есть я кардинально поменял опять стратегию. Ну, значительно поменял стратегию, я очень серьёзно внёс в корректировку за счёт не верифая отзывов. Потому что они реально мне дают буст, если их правильно используют. Из-за этого я и помогаю людям как бы вот в этом направлении. Я экономлю верифай, потому что для меня сейчас верифай – это один аккаунт, на котором делается охрененное количество отзывов. То есть идёт охрененная длинная цепочка, коррумпированная, так скажем. И рано или поздно шансов туда, в эту негативную сеть попасть, гораздо выше. Что такое не верифай? У нас не верифай. У нас не верифай – это 1-5 отзывов и удаляется аккаунт. Там его банят и все дела. То есть они там старые аккаунты, их соответственно удаляют. То есть всё, человек не может там написать. Редко такое бывает, но тоже такое бывает, что я не писал отзывы. То есть это взломанные аккаунты, грубо говоря. А есть люди, которые опять пишут не верифай отзывы, опять же с тех же аккаунтов, на которых пишут верифай. И вот когда цепочка у вас 1-5 отзывов, ну сами понимаете цепочки, когда у человека 5 отзывов в день, вероятность, что этот аккаунт забанят. Из-за этого наши не верифай очень долго держатся. Это утрировано, понятно, что это упрощено максимально. Но смысл такой, а люди, которые, например, пишут верифай, не верифай, там постоянно всё удаляется, у них ничего не держится. Потому что ещё, говорю, огромная цепочка, и Амазон это всё просчитывает и всё это делает. Вот из-за этого сейчас на данный момент я максимально стараюсь верифай убирать. Во-первых, первое, это риск. Риск верифая значительно выше. То есть даже меня пугают сейчас, что выкупы даже опасны. То есть типа ещё несколько месяцев назад не было вообще проблем. То есть мы просто фигачили выкупы без отзывов. И типа это нет проблем вообще. Сейчас говорят, что может, но это уже какая-то такая мания всяких вот этих моментов. Я не это самое, ну просто не вижу в этом смысла. Дальше время покажешь. Пока на данный момент, фу-ти-фу, никаких проблем не было. Да, чистят периодически раз там в полгода, но что будет дальше? Неизвестно. Вот. А по ИФ, то есть первый момент, это я экономлю. Точнее я снижаю риски всяких банов, всяких таких проблем. На перспективу опять же я стараюсь предугадывать проблемы. Вот. И второй момент, это просто мне не хватает того количества выкупов, чтобы продвинуть товары в топы. Потому что не верифай мне помогает, например, сделать не 100 выкупов, например, а 30. Сделать не 200, а 50 или 100 выкупов. А эффект будет как 200 раньше верифай. То есть я вот за счет этого, из-за этого я не верифай, наверное, у меня сейчас процентов 70. Я упор делаю именно на них. Верифай очень важно. Я не говорю, что они не важны. Или там, они очень важны, но просто я их максимально... Вот почему я до единицы уже уронил. То есть ну просто уже настолько, уже как вот я говорю, вот лисинг, запуск и все остальное. Настолько это важно, настолько надо быть аккуратным. Это как скальпель наш, это самое, хирурга. То есть вот четко-четко. Ничего там такого нет. Ну вот надо просто вот все разложить по полочкам и это контролировать. То, что я, вот еще раз говорю, я решаю три задачи. Показ, сессия и продажа. И на какой-то, если у меня проблема в отчетах возникает, я начинаю пытаться быстро-быстро решать эту проблему. Потому что, ну бывает, многие товары просто мне фотографии не нравятся. Я понимаю вот нутром, что она дрянь фотография. Но у конкурентов примерно такая же дрянь, но как вот ее улучшить на уровень сделать, я не знаю. А бывают товары, реально можно сделать намного лучше фотографии, чем у всех конкурентов. И неважно кто там. Что бы там они ни делали. Ну не могут они сделать. Вот, потому что очень много сложных предметов, там прозрачных, там всяких непонятных. Вот, на белом фоне белое, там еще и прозрачное, что правилам соответствовало. Ну то есть это действительно серьезная, кропотливая работа. Мало кто это может сделать. Ну вот, так что... Да, просто нужно понимать просто варианты, какими можно корректировать. Ну, да, много-много, то есть я говорю, очень непросто. Просто бывает прям, знаешь, ты удовлетворен, ты понимаешь точно. Что ты в порядке. Вот у меня сейчас товар запустил, и я понимаю, что я не в порядке. То есть я чисто уже там на опыте, грубо говоря, могу продавить где-то. Как я на своем эклепс-глассе продавливал. Просто, то есть я пришел последний вообще с одинаковым товаром, как у всех. Вот. Но это был тоже интересный опыт. Вот. Я реально продавить смог. Вот. Вывезти, продать и практически там за несколько дней все это самое. Но мне не повезло, меня просто забанили. Вот. Но как бы тут уже... Не от меня зависит ситуация. Главное, что фактически продажи я сделал. То есть в топы вывел. То есть я задачи свои решал. Ну вот. Фотографии у меня были тоже отличные. То есть у меня было все хорошо. Но вот сейчас у меня товар, например, там ничего хорошего нет. Но посмотрим, что получится. Но опять проблемы с этими аутовстоками. То же самое. Все борются. Ты говоришь 25%. Откуда ты эти цифры берешь вообще? Ну это статистика. В данном случае, когда ты правда попала на глаза, что вот после каждого аутовстока средний впадает на 25%. Я продализировал свои аутовстоки. Где-то он вот такие есть. 25-30%. Нет, нет такого вообще. Совсем по-другому. Я не стал. Меня совпадает. Вот вообще совсем все по-другому. Вот я тебе могу сказать, есть люди, у которых они с аутовстоков выходят быстро. Есть у меня товарищи. А тут тоже фактор. Это зависит, какой длинный этот аутовсток. На такой скорости ты выходил. Насколько крутой у тебя товар. Насколько ты высоко был там и так далее. Но я тебе могу сказать, вот по моему товару я выходил там на бешеных продажах. Там вообще все супер. У меня очень длинный аутовсток был. И я потерял просто. Ну то есть я выходил на аутовсток на 82. А после аутовстока я еле-еле поднял до 40 на более низкой цене. Поднял цену. Я упал до 20 продаж. Там до 15, до 10, наверное. Потом вернул цену на низкую. Опять поднялся. Потом опять на высокую. И так и продавался. Ну до 30 продаж. Так что это настолько относительно, что просто... У нас, например, мы когда запускали после первого аутовстока, низкую цену поставили, вообще никак не отреагировало. А подняли цену. Там много. Дело не в низкой цене, а дело... Это индивидуально. Каждый продукт просто... Ну это связать ниша. Да, я тебе говорю. Вот я из этого прошу про 25%. Потому что он сказал, что индивидуально. Это была такая статистика, она не была подтверждена. Это просто такое общее замечание было о том, что вот наблюдали-наблюдали. Такой вывод сделал. Я проверил по-своему. Ну у меня совпало цифра. У кого-то не совпал. Нет, нет. У меня много знакомых с аутовстоками. Вообще ничего рядом даже нет. Абсолютно рандомно. Абсолютно. У некоторых вообще идеально встает. Я тебе могу сказать, что этот товар, где я 40 штук стал продавать, у меня после аутовстока 50-дневного. Причем в эти 50 дней у меня постоянно были возвраты и мгновенно товар продавался. То есть товар ранжировался офигенно. То есть мы когда включили Amzuan, мы практически по всем ключам вышли на первую страницу сразу. И по нескольким, ну там, треть ключей на второй странице. И моя задача была тупо вывести эти ключи на вторую страницу. Со второй на первую. В принципе, более-менее удалось на самом деле. Но продажи не поднялись. Почему? Ну у меня единственный вывод. Один единственный. Это то, что, как я говорю, мы кейвертым спектром взламывали этих топовых продавцов. И у них было по 7 тысяч ключей в топ-20. Вот и все. Помимо тех ключей, которые мы индексируем, пускай они самые-самые жирные. Есть еще огромное количество микроключей, которые мы явно потеряли. Вот и все. Ну да. Вот и все. И из-за этого мы ничего сделать не можем. Потому что я встал обалденно. То есть я когда его включил, то есть он у меня мгновенно проратировался. И ничего я не получил. То есть я получил огромный спад продаж. Вот. И из-за этого сейчас я на данный момент просто третий раз везу этот товар просто с нового лисинга. Да, мне и 40 продаж не устраивает. Ну вот лишний раз опять-таки подтверждает ситуацию. Мы очень сильно зависим от Амазона. То есть если у нас есть возможность иметь свою аудиторию, с ней работать и развивать продажи, то мы от Амазона будем зависеть намного меньше. Поэтому тут правильно нужно подходить стратегически. Раскладывать яйца в разные грязи. Следующий год будет под этим флагом. Так что я думаю все получится. Хорошо. День хватит на все эти подвиги. Потому что все это очень дорого. И потом, когда есть опыт, есть опыт, есть чем поделиться. Можно его и продавать, можно им и делиться, можно и обмениваться. Можно много чего делать. Вот. А если его нет и просто об этом демагогией заниматься, как многие занимаются, ну это конечно тяжело. И надо понимать, что основная проблема у многих товаров хорошая. Это недофинансирование. Просто люди боятся, боятся просто вложить деньги. То есть они уже вложили в товар, они уже во что-то еще вложили. И боятся вложить денег именно в продвижение. Ну вот тот, кто рискнет и вложит, тот, наверное, и побеждает в первую очередь. А тот, кто осторожничает, конечно, нам тяжелее. Но у каждого свой путь. Так, Наталья спрашивает про хаджекеров. Ну, с хаджекером всегда по-разному. Из-за этого они бывают абсолютно разные. Нас бог миловал пока на данный момент. Такого сильного, чтобы чего-то каких-то сложных нет. Но в любом случае, если он наивее сидит, делайте выкупы. Выкупы, жалуйтесь. Но другого варианта нет. Мы стремимся полным ходом идем к регистрации торговой марки, чтобы сделать бренд-регистр, чтобы сделать бренд-гейтинг. То есть вот и все. Потому что если все стабилизируется, как мы планируем, если что, то мы будем и фирмы организовывать, и все остальное делать. То есть мы идем к цивилизованным, но по-другому никак. Медленно пускай, да, но я других вариантов не знаю. А так классическая работа с кайджекерами ничего нового не придумывает. Здесь классический, в общем-то, и ответ будет. Чем ниже порог входа в рынок, тем выше конкуренция, и, соответственно, много факторов, которые будут играть и все время выбивать будут из седла. Чем выше этот порог, почему бренды и строят, и отстраивают себя на рынке, тем сложнее в эту нишу зайти и в этот продукт. Есть прямая взаимосвязь всегда. Это марки. Хорошо. Я думаю... Всем большое спасибо за присутствие. Дискуссия была достаточно интересная. Я думаю, что... Это не последний наш лайф по этой теме. Я думаю, что буду со временем выкладывать дополнительные кейсы, такие показательные, для того, чтобы можно было действительно правильно принимать решение с той же фейсбук-рекламой, как ее запускать, куда ее таргетировать и так далее. Да, как мы запустим свои товары в эту тему, в тематику. Там, по примеру, будет регулярно выходить. Да, мы будем регулярно рассказывать, но так как сейчас Новый год, у всех есть свои товары на самом деле, мы не занимаемся только вот этими лайвами. Так что сейчас у нас основная задача – это продавать свои товары, выстроить стабильные-стабильные продажи, без аутовстоков и так далее. Вот. Так что, думаю, с января месяца, наверное, там, с февраля уже начнем что-то такое выстраивать потихонечку. Да, окей. Всем удачи, всем пока. Удачных продаж. Да, спасибо. Всем до свидания. До свидания.